История Грудненского пивзавода 19 века в кирпиче. Но и он хранит в себе секреты. Долгое время историческая кладка была скрыта под слоями штукатурки. Здание ведь не раз переходило из рук в руки и перестраивалось. А ведь корни уходят еще в 17 век, когда здесь был дворец Сапек. Реконструкторам удалось добраться до сути. Теперь стены аккуратно разбирают, кирпичи чистят и кладут заново. Работа очень кропотливая. Рисунок укладки кирпича это не просто фантазия строителя. Это реальная история, как он лежал 400 лет назад или 300 лет назад именно на этом месте. Уже скоро фасад бывшего дворца с пилястрами и лепниной обретет новый облик с сохранением дыхания истории. От него спуск к Неману тоже облагородят. Вот как это будет выглядеть. Исходя из исторического анализа, воссоздали вот так, как оно, ну очень близко, как оно выглядит. Может быть, прям именно так. Все смогут здесь пройти, прогуляться, выпить кофе и сфотографироваться на фоне всего этого. Внутри здания восстанавливают своды. Есть и уцелевший артефакт. Эта лестница относится к 19 веку, к тому периоду, когда здесь был завод. Интересная особенность в материале, она чугунная. И вот сейчас лестницу уже восстанавливают, а недостающие элементы заказали на заводе в Драгичине. Разумеется, они тоже будут чугунными. Преображают и остальные здания, которые были достроены к дворцу в разные периоды времени. Труд титанический. А ведь еще недавно комплекс исторических зданий некогда знаменитого Гродненского пивзавода стоял и годами разрушался в самом центре Гродно. Первый опыт продажи с аукциона был комом. Владелец оказался недобросовестным. Успех со второй попытки иностранных инвесторов теперь превращает серую громадину в многофункциональный досуговый комплекс. Только на первом этапе реконструкции объем инвестиций достиг 4 миллионов долларов. Концепция, конечно, менялась несколько раз, потому что в списке исторических памятников данный комплекс числится именно как здание пивоваренного завода, то есть как памятник промышленной архитектуры. И поэтому большую часть мы, конечно, оставляем именно промышленную архитектуру. Но не показать дворцовую часть, ну, с нашей точки зрения, это будет просто очень неправильно. Уже провели исторические исследования и раскопки. Из-за находок пришлось сдвинуть сроки окончания реконструкции. Например, выяснилось, что подвалов больше, чем предполагалось. Их высота доходит до 9 метров. Кстати, в самом большом как раз и возродят небольшую пивоварню. Не обошлось без сенсаций. Нашли следы, подтверждающие городскую легенду о тайном тоннеле под Неманом, который соединял дворец и костелы. Но трогать его не хотят. Опасно. Среди находок и старинные бутылки. Это Маргулиса. Это после Кунца. Это владелец был Маргулис. И он, получается, варил пиво именно в такие бутылки делали. Все находки выставят в музее. Он входит в план комплекса, который превратится в большой объект общепита с десятком ресторанов, фудкортами, пивоварней. До конца года завершат наружные работы, затем внутренняя отделка. Сдать объект реконструкции рассчитывают в следующем году. Аналогов ему нет на просторах СНГ. Затем приступят к строительству гостиницы. Это уже будет новострой, но в едином историческом ансамбле. Для туристического Гродно это необходимость. Сегодня, к сожалению, в городе Гродно не хватает гостиничных номеров. Это одна из таких лакомых историй, когда можно вкладывать и на этом зарабатывать. Поэтому, условно, ожидаем, что это будет еще одно такое место в городе Гродно. Притяжение как и местных жителей, так и туристов. Это один из 116 инвестпроектов, которые реализуются в Гродно. Областной центр продолжает подтверждать статус лучшего города для ведения бизнеса. Но не забывают и о социальной составляющей. В частности, речь о спорте для всех. Этот стадион по улице Лицкой после обращения местных жителей был полностью переделан. Из старой площадки в современную тренировочную зону. Новое покрытие футбольного поля, инвентарь, камеры и освещение. Рядом здания с раздевалками и душевыми. Здесь можно официально какие-то матчи проводить. Само поле футбольное 60 на 40, оно меньше формата, но именно для подготовки футболистов, для тренировочной прессы очень удачный такой вариант. Плюс, именно вот поле такого формата 60 на 40 активно используется спросом именно у населения. Завершают и монтаж новые воркаут-площадки с зоной для уличного баскетбола и тренажерами, в том числе инклюзивными. Это подарок гродницам от президентского спортивного клуба к началу нового учебного года. В ближайших планах города реализация еще нескольких проектов с привлечением инвесторов и спонсоров.